И здесь некоторые скажут, пускай увольняются с работы. Друзья, там вопрос вообще не так стоит. Ты не можешь там сказать, я не хочу писать комментарий, я увольняюсь. Все кончится очень плохо, если так скажешь. У чеченцев в истории был академик? Разве академик Кадыров не признан мирным научным сообществом? У чеченцев было... Ну что, давайте начнем с того, что у нас на этом канале, на моем лайв-канале в ютубе, 100 тысяч подписчиков. Я помню, как я преодолевал 100к на своем основном канале. Это был конец 2018 года. А здесь, на лайве, я как-то особо и не следил за этим процессом. Он так, на самотек был пущен. И поэтому сегодня я при приятное для себя зрелище обнаружил, что мы преодолели эту отметку 100к на этом канале. Между этими двумя событиями, то есть преодолением на основном канале и этом, прошло чуть менее трех лет. Представьте, сколько нужно времени, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков на канале, где ты проводишь прямые эфиры. Прямые эфиры, это всегда не так популярно, как отдельные ролики. Но это приятно, это хорошо. И, значит, есть отдача. То есть, когда ты чувствуешь, что есть какие-то преодолеваемые шаги, какие-то там отметки, то это все равно мотивирует. Это приятно. Постараемся, наверное, получить эту кнопку заветную, серебряную. Может быть, хотя бы в этот раз получится ее получить. Не могу точно, конечно, это обещать, но попробую. Посмотрю, надо будет снова связаться с этой службой поддержки, посмотреть, как у них там теперь работает эта система. В общем, буду держать в курсе, не шала. Если я ее получу, то вы об этом узнаете. Иудову отправишь эту кнопку, чтобы на стену повесил рядом с изображением Ахмата и любовался одновременно. Подумаем об этом, Асустек. Подумаем. Может, он реально повесит кнопку. Безвизовый режим с исламскими странами для шариатского государства целесообразный. Не знаю, Кирилл Леонов. Смотря с какими, я бы не стал так обобщать под исламские страны всех в одну кучу. Для некоторых стран, наверное, называемых исламскими, то есть там, где проживает основное количество мусульман, это будет, наверное, целесообразно, как, например, с Турцией. Для некоторых стран это, наверное, будет не совсем целесообразно. В общем, это все-таки миграционная политика. Ее в зависимости от интересов государства, граждан, ее должны вести политики. Это непростая такая работа. Томсо, а ты знаешь что-нибудь про Магомеда Ютаева? Сегодня видел кадры 96-го. Он там еще был молод, около 16 лет, но уже вовсю воевал. Да, да, я... Ну, как знаю. Так, в общих чертах знаю. Лично с ним, конечно, я знаком не был. И каких-то подробностей о нем тоже не знаю. Но в общих чертах я знаком, это был молодой муджаид. В подчинении Шамиля он был в Басаево. По-моему, родом он был из селения Шалужи, в Русмартановском районе. И, насколько я знаю, он погиб. Сто ка не предел, иншаллах. Иншаллах. Оскар Борс, иншаллах. Зайнап. В народе говорят, правда глаза колет. А мне, правда, нравится. Барак Аллахуфик. Хуфик и барак Аллахуфик. Жан Плов Лагман. Если кадыровцы перешли на сторону России в период войны и стали предателями, можем ли мы также считать власти соседних республик, несмотря на то, что воевали они с Россией давно? Так, мне нужно будет еще раз перечитать этот комментарий. Если кадыровцы перешли на сторону России в период войны и стали предателями, можем ли мы также считать власти соседних республик, несмотря на то, что воевали они с Россией? Я не понял твоего вопроса, Жан Плов Лагман. Любые власти на Кавказе, это российские наместники. Все они являются, конечно же, предателями. Это никто и не оспаривает. Я не совсем тебя понял. Что скажешь насчет бюджетников, которых, наверное, заставляют писать комментарии, поддержку Кадырова, скидывают ссылки, чтобы поддержку комменты писали во всех учреждениях группы. Что я скажу? По возможности им нужно, конечно же, этого не делать. По возможности. Если у них есть такая возможность, то они должны этого не делать. Если у них нет такой возможности, то их мы, конечно, понимаем. Люди, которые находятся под принуждением, там ничего с этим не поделаешь. И здесь некоторые скажут, пускай увольняются с работы. Да, друзья, там вопрос вообще не так стоит. Ты не можешь там сказать, я не хочу писать комментарии, я увольняюсь. Там все кончится очень плохо, если так сказать. Поэтому, зная их положение, я говорю, что если у них есть такая возможность, они должны по максимуму этого не делать. Но если этой возможности нет, там прям очень серьезно это все проверяется, то что поделаешь. Отнесемся к этому с пониманием. Люди находятся под принуждением. У чеченцев в истории был академик, разве академик Кадырев не признан мировым научным сообществом? У чеченцев был один, по-моему, академик Хаджиев Соломбек. Он в Российской Академии Наук был. Ну, значит, он академик, да, раз он в этой Академии Наук был. Короче, вот этот был человек. Он был, правда, у нас оппозиционером, пророссийским, был против независимости, то есть антидудаевцем он был. Поэтому в политическом плане это не лучшая личность, наверное, среди чеченцев. Но как академик, раз уж ты задал вопрос про академиков, то вот этот человек был в Российской Академии Наук еще при Советском Союзе. В том, что татар и башкир, в пример, не ставил Баракалаврик, но я уже в прошлый раз, когда нужно было приводить примеры, из российских народов. Я вспомнил твой комментарий и решил теперь не с татаровой башкиры начать, а вообще их даже не упоминать. Я пошел с востока России и начал с хантов, манцев, ну, с северо-востока. Хантов, манцев, алтайцев, якутов упомянул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok